Русские новости В этом году нельзя сказать, чтобы полтора или два десятка городов приняли участие в этой акции. Хотя агитация проводилась, но энтузиазма значительно меньше. Кроме Москвы, еще в нескольких городах происходили акции, но они были достаточно компактные и скорее были поддержкой того, что происходит в Москве, хоть как-то поддержать тех, кто выходит на митинги в столице. В Москве собралось на площади около метро 1905 года около 200 человек. Для сравнения, на акцию в памяти Бориса Немцова собралось больше 20 тысяч человек, называли даже цифру 25 тысяч человек. Если нам согласовать свои акции с московскими властями доводится очень трудно, и нам постоянно отказывают. В одной из акций снова нам отказали, в январе отказывали, в феврале отказывали. Вот одна из акций все-таки состоялась, но, видите, численность у нас вот такая, около 200 человек, а у них, у наших политических оппонентов, можно сказать, врагов наших идеологических, численность в 100 раз больше. В 100 раз больше. Это, конечно, позор для всего русского движения, для всякого русского человека. И все вот эти болтуны, которые говорят, ну что вы, вот вы выходите, зачем вы, давайте не будем вообще проводить никакие акции, потому что все это бесполезно. Потому что вы одни болтуны, собираетесь там потрепаться перед видеокамерами, там пофигурять, что-то там выставить в интернете. Якобы мы собираемся только ради этого. Скажите, а какие еще есть политические инструменты, призывы к насильственным действиям, вы сами-то к ним готовы? Вы сами, призывая других или намекая на то, что надо варежку захлопнуть и переходить к акциям прямого действия, сами-то в них когда-нибудь участвовали? Вы сами можете собрать вокруг себя хотя бы 10 человек? А речь идет ведь о том, чтобы изменить ситуацию в стране, ситуацию с мозгами миллионов людей. Мы-то стараемся, да, нас стало меньше за последние годы, стало меньше, потому что вы, вот все, кто устали почему-то, перестали приходить на эти акции, перестали их каким-либо образом поддерживать. Стали просто частными людьми из общественных деятелей, общественных активистов, просто занялись своей карьерой, своими зарплатами, своими семьями. Ну да, таких людей достаточно много, и, в общем, мы против них-то ничего не имеем, но мы имеем что против предательства, то есть против того, чтобы люди, которые объявляли о своей несгибаемой позиции, вдруг через пару лет устали, отошли в сторону и еще начали клеветать на своих бывших соратников и говорить о том, что они бездельники, болтуны, что они неадекватные люди и так далее, и так далее. В наших рядах не видно научно-технической интеллигенции, которая загнана дальше некуда, не видно тех медиков, которых опустили в этом году, ниже Плинтуса и в прошлом году, не видно тех самых дальнобоев, которые готовы были там что-то перекрывать, но толком ничего не смогли сделать. Где вы все? Где вы все граждане? Вы не понимаете, что политические заключенные это как раз те, кто пострадали, можно сказать, им сломана жизнь за вас? Они пострадали за вас, а вы где? А вы продолжаете говорить о том, что все это бесполезно, вот социальные движения это да, а вы в социальных движениях участвуете? Вы в своем подъезде-то готовы навести порядок? Да нет, вы не готовы, вы не готовы, и люди вокруг не готовы, все ни к чему не готовы. Мы-то держим свой участок фронта, а вы? А вы наоборот наносите удары, потому что заметно, вместо того, чтобы бороться с нашими общими врагами, которых засели в Кремле, вот эта оккупационная администрация гауляйтеров, вы начинаете критиковать, что нас очень мало, так что вы хотите, чтобы нас не было вообще, тогда вы действуете заодно с той самой властью, которая плодит и умножает количество политзаключенных. Их все больше и больше, действительно, их все больше и больше. Владимир Васильевич Квачков сидит в камере одиночки, так называемое помещение камерного типа, за выдуманные нарушения режима, ну а эти нарушения ему все время придумывают, стараясь унизить его достоинства и покорить его, как человека, который олицетворяет собой русское движение и сопротивление вот тому беспределу, который творит ныне действующая власть. Многих этот беспредел просто не касается, они живут себе спокойной жизнью, но многих-то он касается. Он касается тех, кто теряет работу, он касается тех, кто не может вновь найти эту работу, кто получает нищенские зарплаты, кого несправедливо преследуют в судах, у кого отнимают собственность, у кого закрывают предприятия и так далее, и так далее. Вся система абсолютно направлена против людей. Но если кто-то там устроился хорошо в жизни, это и не значит, что он завтра будет в таком же хорошем состоянии. Да, сейчас он может быть даже говорит, вот Путин – это голова, Путин – это все, это вообще наш спаситель и лидер нашего Отечества, это мой верховный главнокомандующий, так торжественно провозглашаю всякие недоноски. Для нас это соучастник государственного переворота, оккупации России. И, конечно, когда мы говорим об этом прямо, мы подвергаем себя опасности, подвергаем себя гонениям. Против нас устраивает все, что угодно, просто дышит нам в спину, это правоохранительная так называемая система, дышит нам на ухо и присутствует рядом с нами только потому, что мы считаем ее совершенно антинародной и действию антизаконными. Разве она борется с преступностью? Ну там Путин вот выступил, тут про коррупцию что-то говорил в последнее время перед прокурорами. Что мы не знаем, как действуют эти прокуроры, в особенности, когда дело касается политических статей, политических процессов, 282-й статьи и вообще преследования русских людей по каким-либо уголовным статьям. Всегда, как только русский компонент появляется, когда человек, который сидит на скамье подсудимых, обозначает себя как русского, ему тут добавляют все, что только можно добавить. Будь не русским и к тебе отнесутся милостиво, по крайней мере не так, как относятся к тем, кто называет себя русским, считает себя русским и борется за русское дело, за освобождение русских от гнета инородческой олигархии. Вот в такой обстановке мы живем и поэтому, когда нас упрекают, что вас слишком мало, вы что-то слабо работаете, подождите, а вы что, нам зарплату что ли платите, чтобы спрашивать у нас о том, как интенсивно мы работаем? Мы работаем не за зарплаты, понимаете, и не за какие-то подачки. Если есть помощь с чьей-то стороны, мы благодарны за эту помощь. Но если кто-то считает, что мы где-то получаем на стороне деньги, а сами не дорабатываем, вот не можем собрать больше 200 человек на митинг в поддержку политзаключенных, то это гнусное обвинение в нашу сторону. Мы не работаем за зарплату. И русские патриоты никогда за зарплату не работали, и карьерные какие-то соображения вовсе не были руководящие нами идеей. Нет, это совсем другое дело. Это стремление к справедливости, к стремлению к свободе русского народа от иноземцев, от иноземной оккупации. Нас вот это привлекает. Истина и свобода, истина и справедливость. Отсюда все мотивы русских политических активистов, пусть даже у них в голове что-то перепутывается, перепутывается Сталин с Путиным, Путин с Лениным и так далее. Да, путаницы очень много в русском движении. Конечно, просвещение тоже является одним из направлений, может быть, ключевым направлением деятельности в русском движении. Но без уличных акций все это бесполезно, все это частный треп. Вы протестируете себя, вы способны выйти на площадь, ну хотя бы с флагом постоять. Я не говорю, что вылезаете к микрофону и говорите все, что вам в голову взбредет. Во-первых, в этой голове должно быть все упорядочено, для того, чтобы была какая-то польза от ваших выступлений. Во-вторых, должен быть какой-то авторитет, чтобы не получалось, что какой-то, извините, хрен с горы, что-то там высказывает какие-то свои идеи. То есть должна быть политическая биография. Поэтому самое простое, прийти хотя бы с флагом постоять или с плакатом, дальше видно будет, способны ли вы на большее. У нас предпринимаются попытки привлечь творческую интеллигенцию, так называемую, профессуру к русскому движению. Но оказывается, что это такие индивидуалисты, эгоисты, которые готовы, чтобы их любили, их обслуживали, готовы к тому, чтобы вокруг них какая-то публика суетилась. Но больше-то они ни к чему не готовы. Они не готовы с флагом постоять, хотя бы посмотреть на то, что вокруг происходит. Не готовы к добросовестному и добронравному общению с русскими людьми, к просветительской миссии. Они ни к чему не готовы. Вот несколько человек, которые протестированы были за последнее время, оказались для русского движения не то, что бесполезными, а абсолютно вредными. Даже высказывая какие-то правильные мысли, они в ключевых вопросах мыслят абсолютно неверно. Они пользуются какой-то идиотской мифологией советских времен, клевещут на нашу страну, вообще не любят Россию в целом, ни настоящую, ни прошлую. Они вообще не находят никакого позитива в русской истории. Поэтому как они могут любить русский народ и жертвовать чем-то для него? Получается, что в течение последних десятилетий воспитана такая профессура, такая творческая интеллигенция, которой, в общем-то, на страну наплевать. Она ненавидит настоящее и ненавидит прошлое, а в будущем имеет представление очень смутное, и тогда, что это за люди и какую пользу они могут принести русскому народу. Да никакой. Но, тем не менее, я думаю, что и в этой интеллектуальной среде есть все-таки какая-то прослойка, которая все-таки мыслит здраво, изучает отечественную историю, правильно ее мыслит, мыслит ее как апологию отечества, а не как средство его унижения и разоблачения. И вот этих людей мы ждем в русском движении, зовем их в русское движение. Они что-то не очень подтягиваются, видимо, считают, что не те времена, пока надо заниматься частными делами. Это не так. Те времена, о которых мечтается, могут не наступить вообще. Поэтому нам в русском движении, конечно, нужны и юристы, и историки, и пропагандисты, и даже математики, я думаю, тоже пригодятся, потому что они мыслят соответствующим образом, и если у них правильные вводные в мозгах, то они делают и правильные выводы. Ну вот на митинге, о котором я говорил, фактически отстоялась некая русская среда. С трибуны выступали или от микрофона выступали, в общем-то, одни и те же, и говорили примерно то же, что говорили и раньше. Здесь есть талантливые ораторы, есть юристы, которые правильно формулируют задачу, есть идеологи. Все здесь присутствует, но только в таком свернутом положении. Это люди, за которыми должны идти целые армии политических активистов, но их в лучшем случае десятки, но уж никак не тысячи, не десятки тысяч, не сотни тысяч. То, что должно быть для русской победы. Этого пока нет. И вот мы обращаемся к тем, кто мог бы составить вот эти армии, которые изменят ситуацию, преодолеют смуту и вернут России ее истинное существование. Обращаемся через те самые микрофоны, не к тем собравшимся, двум сотням человек, которые и так в целом все правильно понимают, а к тем, кто прошел мимо, кто не знал или не захотел узнать, что русские проводят свои акции. Вот сейчас я тоже обращаюсь к русским людям, посмотрят там тысячи, две тысячи человек, вот этот ролик. Но ведь на акцию не придут ни тысячи, ни две тысячи, а надо, чтобы посмотрел миллион человек, а пришло сто тысяч. Вот тогда будет действительно какой-то результат. К сожалению, до этого еще очень далеко, но поскольку сам себе, я и там люди вокруг меня дали обещание, что мы не отступаем и не сдаемся, поэтому мы делаем все, что можем. А времена сойдутся, или там звезды сойдутся, или Божья воля состоится, тот момент, когда, ну, наверное, опостылит совсем уже жизнь подавляющему большинству народа, он будет научен теми бедствиями, которые на него обрушатся, и займет правильную позицию, пойдет за русским движением к тому, чтобы установить в России русскую власть. Очерчен круг русских людей, русских идеологов, русских лидеров. Вот на такого рода акциях мы же проводим их уже не первый год и видим, кто чего стоит. Есть ли какие-то альтернативные группы? Вот есть русский национальный фронт, который проводит все эти акции. Народное ополчение России не входит формально в русский национальный фронт, но мы действуем заодно, и в данном случае митинг был инициирован именно народным ополчением. И мы не видим здесь никаких границ, никакой разницы. В принципе, мы объединенным фронтом так и продолжаем действовать. Русский национальный фронт. Есть ли какие-то другие ядра консолидации русского движения? Ну, это очень многих возбудило действие Игоря Стрелкова, который собрал вокруг себя некий комитет 25 января. Но это объединение не политического действия, а лишь политического слова, которое, кроме того, не обусловлено никакой идеологией и пообещало особенно не трогать нынешнюю государственную власть, а занять по отношению к ней нейтральную позицию. То есть это по тем потенциям, которые вот этот комитет объявил, это просто пропагандистская группа. И очень печально, что в эту группу входят разного рода проходимцы, исповедующие то, что я называю нацдемовщина. То есть на самом деле это либерализм, только слегка прикрытый такой национальной риторикой. И вот эти профессиональные блогеры или профессиональные пропагандисты готовы работать вовсе не на идею и не на русское движение, а на самих себя, на свои личные политические перспективы, на какие-то доходы, которые могут поступать откуда-то на формирование какой-то третьей силы, якобы третьей силы. Ну, какая может быть третья сила из нацдемовщины? Это не русские националисты, это проходимцы в русском движении. Вот они походили тут в русском движении и ушли. Ушли их, не было в русском движении, никогда они не проводили ничего про русского. Ну, вот там, скажем, Жириновский что-то сказал про русских, они побежали туда, там, в Госдуме на круглых столах поучаствовали. Скажет еще где-то что-то, какой-нибудь деятель, который может им дать перспективы, либо карьерные, либо денежные, они туда побегут. Вот что-то Игорь Стрелков сказал, они побежали туда, вокруг него так вот заняли эти позиции. Ну, может быть, ему это выгодно, потому что они как-то будут пропагандировать его и продолжать его историческую судьбу. Я думаю, что это ошибочная установка на то, чтобы быть вне политики и позволять себя любить. Неправильно эта установка, для того, чтобы быть на самом деле политиком русского типа, надо чем-то жертвовать. Надо жертвовать не вчерашними своими подвигами, у каждого в биографии можно набрать какие-то детали, за которые можно ему навешать каких-то орденов, но это все бессмысленно. Если политик ориентирован на перспективу, то он не должен вот так хитрить, юлить, и нас не так много, чтобы было кому там заниматься политесами. Ну, может быть, вот для Стрелкова это еще не отыгранный сценарий. Он еще должен высказываться достаточно мягко и искать какие-то ходы в систему власти, там, разговаривать с многозвездными генералами, которые, может быть, переориентируют всю ситуацию в целом, воздействуют на Путина. Я в это не верю, это, мне кажется, верхом политической наивности. Обращаться к ныне действующим структурам власти, к тем, кто на самом деле давит русский народ и уничтожает Россию, бессмысленно. Обращаться с помощью нацдемов к русскому народу – это тоже совершенно бессмысленное действие, потому что эти люди лгут и обманывают постоянно. Они придумывают какие-то интернет-примочки, какие-то там термины, какие-то изощренные литературные приемы, но они никогда не говорят правды и все время оглядываются на ситуацию, как бы не поступить и не сказать так, что это кому-то очень сильно не понравится, и можно оказаться в группе тех людей, против кого политические репрессии действуют постоянно. Может быть, есть еще какие-то новые структурные подразделения русского движения? Ну, вот тут появляются так называемые партии нового типа. То есть человек сидел, сидел где-то 20 лет или 50 лет в засаде, вдруг выбежал, оглянулся вокруг, ничего не увидел и сказал, «А теперь я создаю партию нового типа». Видимо, вспомнилось что-то из учебников про партию нового типа большевиков, и вот эти люди создают партии нового типа. Там, скажем, Степан Сулакшин поддерживал Ельцина, был активным ельцинистом, потом при Якунине, главе РЖД, был таким не критиком вовсе на недействующие власти, а разработчиком такой фундаментальной конституции, которая якобы должна была быть основана на естественно-научных и математических основах, на расчетах каких-то. Я с большим уважением отношусь к Степану Сулакшину, к его степени доктора физико-математических наук. Просто так эта степень не давалась в прежние годы советского еще периода. Он также и доктор политических наук, мы с ним защищались в одном и том же ученом совете. Я присутствовал на его предзащите. В общем, никаких вопросов к этой стороне его деятельности, к научной, у меня нет. Честно говоря, я не видел и его книг, и его научной публицистики. Но, как к ученому, я готов к нему отнестись с большим уважением. Ну, когда я прочел вот эту так называемую Конституцию, на которой была убита масса времени, денег, немереное количество бумаги было истрачено на многотомник, якобы обосновывающий всю эту Конституцию, не надо читать этот многотомник, достаточно почитать вот этот очень небольшой текст, чтобы увидеть абсолютно непрофессионализм тех, кто готовил этот текст. То есть там нет даже юридической техники, не то, что там каких-то глубоких мыслей и действительно каких-то моментов, которые были бы или могли бы быть рассчитаны с помощью какой-то рациональной методики. Нет там ничего. И, к сожалению, бесплодна вот эта деятельность, и я думаю, что бесплодна будет и создание партии нового типа. А почему бесплодна? Ну, во-первых, это не русская партия. Степан Сулакшин уже высказался по русскому вопросу, вновь повторил глупость про черепа, которые там надо кому-то мерить и кто-то там собирается. Ровно такие же, кстати, вещи сказал еще один человек науки, которого я уважал до тех пор, пока в него вот это вот не вырвалось про, а что вы будете черепа мерить, вы вообще думаете, о чем вы думаете. Или там третий человек, который объявил, что юристы спасут Россию, а политикам вообще можно отдыхать. Вот эти люди, какие-то вот выдумывая свои партии нового типа, они не обращаются к русскому интеллектуальному наследию. Они, как выясняется, вообще ничего не читали из русской философии, а русская философия вся политизирована, насквозь политизирована. Они не понимают, не знают и не хотят ничего знать о наследии Ивана Ильина, которая действительно для нас является опорой, или ничего не знают о публицистике Михаила Менчишкова или Ивана Солоневича, откуда тоже мы черпаем вдохновение и формулировки русских национальных задач. Они не читали публицистики последних 20 лет, русской национальной публицистики. И этого ничего нет ни в их представлениях о жизни, ни в их деятельности. И думаю, что вот эти попытки создания каких-то новых центров, ценой чего? Ценой забвения русского вопроса. Закончится, конечно, плачевно. И мне очень жаль, что некоторые русские люди покупаются на вот такие предпроекты. В них еще ничего нет, еще ничего не проявилось, но люди торопятся забежать, к чему-то новому прикоснуться и сказать, ну давайте мы забудем, простим все, не будем с чистого листа, начинаем партию нового типа, все. Но оказывается, что в таких партиях забвение русского вопроса является фундаментальным дефектом. И ничего нового здесь не будет, и это не элементы русского движения. И исходя из того, что я сказал, заключаю, что в общем-то формирование русского движения, его лидерской группы завершено. И если есть какие-то новые талантливые люди, они будут приходить, может быть, со своими группами. Но пока их нет, пока их нет. И если мы их и ожидаем, то пока не надеемся на то, что они вот на завтра уже возникнут. Может быть, еще вот последний ресурс такого политического творчества русского народа – это монархическое движение. Оно сейчас становится популярным, монархические идеи популярны, хотя люди в них абсолютно не разбираются, ничего не понимают, ни в идее монархии, ни в монархической государственности, ни в ценности монархии для России на протяжении всего ее исторического пути. Тем не менее, вот эти гнезда социализации или политизации возникают именно вокруг монархических идей. И вот среди монархистов могут вырасти новые лидеры монархических групп. Я думаю, что нам, русским людям, стоит объявить о сборе монархистов, о точке сбора. На русскую весну 1 мая, тем более, что это будет пасхальный праздник, мы должны выйти и встретиться, монархисты должны встретиться на традиционном шествии русских националистов «Русская весна». У нас уже присоединялся к нам так называемый царский и русский марш, но там от царского было очень мало, и царственного там было очень мало. Я приглашаю, конечно, молодых людей, которые сейчас инициируют создание монархических групп и уже являются хотя бы на уровне интернет-общения какими-то лидерами или центрами объединения, встретиться на вот этом русском шествии «Русская весна». Это будет 1 мая, как обычно, объявления будут сделаны, инициаторы снова будет «Русский национальный фронт», может быть, кто-то другой. Ну, вот эта точка сборки действительно может произойти уже в реале, а не только в виртуале. Надо торопиться, общаться с людьми именно визуально, и чувствовать друг друга вы можете только, когда встречаетесь персонально. Когда общаетесь в интернете, то люди сами о себе много чего придумывают, и очень часто лгут о самих себе, и общение там не всегда бывает продуктивным, очень часто непродуктивным. Для русского движения очень важно, что нам объявлена война, и неоднократно подтверждалась эта война. Высшие лица государства постоянно говорят о том, что нужно бороться с националистами, с проявлениями национализма. И нас полагают людьми, которые в России свободно жить и высказывать свои взгляды, не должны. Им должен быть запрещен доступ в средства массовой информации, с ними нельзя дискутировать, их нельзя брать на госслужбу, и правоохранительные органы должны быть ориентированы на подавление, всяческое подавление активности русского национального движения. Не так давно состоялся своеобразный инструктаж сотрудников Федеральной службы безопасности ФСБ со стороны человека, который называет себя, и его называют президентом Российской Федерации, Владимира Путина. И он сказал об этом достаточно прямо, я сейчас процитирую. Да, Путин сказал, что недорогие из-за бугра уже готовятся к осенним выборам России, и вот на коллегии ФСБ он заявил, я читаю ваши документы, которые регулярно готовятся, и в обобщенном виде, и конкретные указания на то, что, к сожалению, к этим выборам готовятся наши недорогие из-за бугром, и как у нас в народе говорят. Вот так он обратился к сотрудникам ФСБ, то есть человек прямо нагнетает ситуацию, возбуждает настроение у заплечных дел мастеров, чтобы они еще больше давили на русское движение. Все должны знать, что мы будем работать по защите наших интересов, настойчиво и в соответствии с нашим законом. Ну, в соответствии с законом они в принципе не готовы работать, не могут, не могут. Путин заявил, что попытки внешнего вмешательства в ход осенних событий РФ будут рассматриваться как прямая угроза суверенитету Российской Федерации. Но поскольку нас, русских людей, постоянно обвиняют в том, что мы там у кого-то чего-то там заимствуем и льем воду на какую-то чужую мельницу, то я думаю, что все это касается и нас. Глава государства пообещал, что за такие попытки последует адекватная реакция. Ну, вот она и следует. И арест Кирилла Барбаша, Юрия Мухина и их соратников, ужесточение содержания Владимира Квачкова в местах лишения свободы, все это, конечно, вот тот самый ответ, адекватная реакция, как они считают. На осень намечены очередные выборы в Государственную Думу, все конструктивные политические силы партии заинтересованы в том, чтобы эти выборы прошли в полном соответствии с законом. Это ложь, они никогда не проходили в соответствии с законом, они всегда нарушали Конституцию, и происходили массовые нарушения прав граждан на право избирать и быть избранным. Вот все якобы заинтересованы, вот духи честной, открытой конкуренции, их результаты должны быть объективными, и они должны отражать реальные мнения и настроения граждан нашей страны. Этого не было никогда, ни разу. При Путине ничего подобного никогда не было. То есть это прямая ложь, вот есть прямая речь, а это прямая ложь. И он поставил перед ФСБ задачу, которая прямо противоположна тому, что вот было процитировано до сих пор. Сделать все, чтобы пресечь деятельность тех, кто пытается или может попытаться, или даже может попытаться использовать националистические, ксенофобские, радикальные лозунги, направленные на раскол нашего общества. Ну это прямое нарушение прав, призыв к прямому нарушению прав граждан. Ну во-первых, кто высказывает националистические лозунги, кто высказывает националистические лозунги? Националисты, мы вот русские люди, русско-национальное движение. Я вот русский националист, я высказываю националистические лозунги. Россия – русскую власть. Россия должна стать русским национальным государством. И что? Значит, я должен подлежать вот этой адекватной реакции. Ну, я и подлежу. Поэтому нет у нас зарегистрированной русской партии, никто из нас не может быть выдвинут кандидатами в депутаты Госдумы или любого другого уровня. Можно, конечно, проскочить на уровне муниципальном где-то, но что там делать на муниципальном уровне? Обслуживать интересы местных мелких чиновников? Бессмысленно в этом участвовать. Являюсь ли я ксенофобом? Я опасаюсь чужих, чужаков. Их стало в последнее время, благодаря политике Путина, слишком много. Завезли в нашу страну огромное количество. Внутренняя миграция переселяет с Северного Кавказа в центральные регионы России бандформирования, которые имеют этническую окраску. Да, я в этом смысле проявляю ксенофобию. Я опасаюсь их. Я не хочу, чтобы эти люди были рядом со мной. Высказываю ли я радикальные лозунги? Конечно. Если у нас радикально антинародная власть, я высказываю радикальные лозунги о том, что эта власть должна быть ликвидирована, заменена русской национальной властью. То есть, сотрудникам ФСБ прямо дана задача уничтожения любыми способами, незаконными методами таких людей, как я. И я вижу, что мне лично и людям, которые имеют аналогичные близкие взгляды, Путин в очередной раз объявил войну и использует для того, чтобы творить беззаконие органы ФСБ. Они, конечно, берут под козырек и делают то, что им поручено. Никогда никакой защиты от ФСБ, от криминальных элементов, от бандформирований, от иностранных спецслужб мы, конечно, никогда не получали. Даже минимальные инструкции. Я, будучи депутатом, неоднократно выезжал за рубеж. Со мной ни один сотрудник ФСБ никогда не говорил о том, каким я могу быть подвергнут опасностям на территории иных государств. И никто меня не инструктировал, как на меня могут давить иностранные спецслужбы, и как они могут меня окучить, как оппозиционера, и использовать против собственной стороны. Такого не было никогда, ни разу. И я думаю, что ФСБ, это структура, которая направлена не на подавление иностранных спецслужб, не работает как контрразведка. Эта структура работает прежде всего как структура крышевания, то есть выбивания денег из предпринимателей. И структура, которая подавляет русское национальное движение. Часть, наверное, подразделений, которые борются с терроризмом, может быть, что-то полезное делают. Может быть, я об этом ничего не знаю, они об этом ничего не сообщают. Поэтому я говорю о том, что я знаю. Я знаю, что ФСБ направлено против русского национального движения. Вся эта инфраструктура. А больше ничем, видимо, они не занимаются. Из того, что известно мне. Поэтому я рассматриваю указания Путина как прямую угрозу мне, прямую угрозу репрессий против меня, беззаконных репрессий. Потому что я живу по совести, закон не нарушаю, никого не ограбил, не убил, ни у кого чужих денег не взял. И занимаюсь абсолютно законной деятельностью, абсолютно конструктивной, направленной на укрепление государства, которое Путин и его шайка разрушают. И ФСБ в этом им помогает. Вот в такой непростой обстановке мы живем. Но приходится продолжать жить дальше, до тех пор, пока русский народ либо не погибнет, и мы тогда погибнем вместе с ним, либо не проснется, не сметет вот эту путинскую шайку из власти, и не продвинет во власть настоящих русских людей, стоящих за национальные интересы России. В порядке комментариев последних новостей, надо вспомнить о выводе российского военного контингента военно-космических сил из Сирии. Этот вывод уже, можно сказать, завершается. Кто-то говорил, да нет, это просто сокращение. Нет, завершается. И вот все эти апологеты режима, которые пытаются оправдать любую глупость и любую подлость, режимы начинают говорить, ну смотрите, какой остроумец-то у нас Путин. Он неожиданно ввел туда войска, неожиданно вывел. Все в шоке, все не понимают, чего делать. Все поставлены в какое-то очень неудобное положение. Американцы не знают, чего делать. Сначала требовали вывода российских войск, теперь войска выведены. Они не знают, что уже и требовать. Вот как мы их обманули. Вы знаете, эти шашни не должны нас волновать. Шашни между Обамой и Путиным нас не должны волновать. Это все направлено против нас. Заведомо надо так считать, и тогда можно прийти к правильным мыслям. Вот этот наскок-отскок, прыг-скок политика, это не просто какая-то игра в шашки на стоклеточной доске. Это событие, связанное с пролитием крови. Как-то позабывается. Мы видим войну через экраны телевизоров. Иногда мы видим ее гораздо ближе, чем те, кто летал на самолетах и сбрасывал бомбы. Они с большой высоты через оптические устройства направляли свое смертоносное оружие и несли смерть. Вы думаете, они несли смерть только исключительно боевикам? И вот те самые боевики, это как раз те, кого и надо было бы уничтожать. Вот именно туда сбрасывались бомбы, вы уверены в этом? Мы еще не знаем природу ИГИЛ, откуда все это взялось. Ах, это профинансировано все американцами. А что-то у них нет вооружений, с помощью которых можно было бы сбивать наши самолеты. Вам не кажется, что здесь какой-то есть симбиоз? Вот война на земле, она американцами поддерживалась, а война в воздухе почему-то не была продолжена. Это Путин их так легко обманул. То есть не успели поставить зенитно-ракетные комплексы, да будет вам. У сирийского правительства военно-воздушные силы есть, были, они продолжают действовать. И чтобы против них нечего было применить ИГИЛовцам, нет, здесь какая-то хитрая политика. Здесь не так все просто, вот это свои, это чужие. А что касается бомбы, которая падает на голову одного террориста, может быть террориста, а может быть нет, но просто цель и указание было такое, это террорист, на него сбросили бомбу. И определили, мы попали в террориста, террорист убит. А вокруг зона поражения. Там тоже были только одни террористы? Задайте себе этим вопросом. Что за войну Россия ввела в Сирии? Какие там национальные интересы использовались? Да, Путин, собрав этих всех людей в белых рубашечках, в галстучках, со свежими наградами в Георгиевском зале Кремля, рассказал, что это оказывается мы боролись с мировым терроризмом, чтобы терроризма не было в России. А что его здесь нет? А территория Чечни это не террористический анклав, где куда стекаются все ракетиры, бандиты, и где гнезда терроризма были, и просто Кадырову отданы эти были гнезда в управлении. Это что, не место, где вызревает террористическая опасность для всех нас, для всей России? Прямо на территории России анклав, в который еще вкладываются деньги. Я не знаю, сколько сейчас вкладываются. Раньше миллиард долларов каждый год мы с вами, как покоренная нация, платили чеченским бандитам. Они распоряжались этой бюджетной субвенцией, как им вздумается. Разве мы не знаем, что из Дагестана, из Северного Кавказа, в целом из Чечни ехали туда, на сторону ИГИЛ, люди не какими-то там единичными группами, а многочисленными группами, по нескольку десятков человек туда отправлялись. С какой бы это стати? Террористы, оказывается, здесь отдыхают, а там воюют. Да, так было. Вот на Украине, в Крыму отдыхали террористы, которые воевали в Чечне, там лечились, там ремонтировали их после того, как они сталкивались с русскими солдатами. Да, было такое. А теперь это прямо на территории России. Теперь уже не надо такую функцию использовать на территории Украины, в которой политика русофобии была всегда. Была всегда, и при Януковиче тоже, но почему-то считалось, что вот его надо поддерживать. Тут доподдерживались. То есть политика абсолютно тупая, безмозглая и ведет только к разрушению. Ну разве в каком-то страшном сне можно было представить войну между русскими и украинцами, которые тоже русские, просто украинские русские. А здесь российские русские. Вот и все. И разве можно было представить эту войну? А здесь вот немножко другая война. Да, вроде здесь русские русских не убивают. Но они же убивают. Они же убивают. Какую репутацию приобретает наша страна в глазах тех же мусульман? Мы бросаем бомбы на их единоверцев, на их единоплеменников. Убиваем террористов, наверное. Кому-то может быть из мусульман, из арабов, из персов. Это выгодно. Но мы-то здесь при чем? Пусть они сами разбираются со своими врагами. С какой стати Российской Федерации? Что мы там военную базу хотим содержать? Мы хотим держать под контролем Средиземное море. А как мы будем держать под контролем свое собственное Черное море, которое рядом с нами? Мы не можем Турции ничего противопоставить. Сбили наш самолет. Что противопоставили? Только трипологию и вот эти санкции в отношении турецких товаров, это просто смешно, потому что эти санкции ударили по нам, по потребителям, потому что внутри страны аналогичные товары производить давно разучились и гроздья из чиновников висят на русских производителях, не дают им заместить вот те товары, которые у нас приводятся из Турции, которые мы могли бы производить сами. То есть здесь завязано все вместе, все вместе, политика, экономика, геополитика, все вместе. И кроме тупости и подлости от Кремлевской администрации не видно ничего, в том числе и вот в этой акции ввода войск, вывода войск и награждения тех, кто видел войну издалека. Вот те, кто на Донбассе войну видел в упор, не получают никакой поддержки, никаких почестей, никаких правовых гарантий, никакой защиты перед жизненной катастрофой, которая наступает после тяжелого ранения. После того, как правоохранительные органы начинают что-то там раскапывать в прошлом, люди на фронте побывали, кровь свою пролили, вы начинаете копаться в прошлом, задерживаете, арестовываете, возбуждаете уголовные дела. Вообще под подозрением весь этот слой добровольцев, который воевал в Донбассе или сейчас воюет там. Ничего нет, понимаете. И вот эти люди, которые видят войну не понаслышке, вот что они для Кремля в сравнении с теми, кто на самолетах прилетел из Сирии. Первых не видят в упор и не оказывают никакой поддержки, вторых в выглаженных белых рубашечках, в свежих кителях, таких наглаженных, отмытых в баньках, чистеньких приглашают в Георгиевский зал и там продолжают раздачу наград. Стыдно и позорно, стыдно и позорно иметь такое правительство и вот иметь такие подходы к войне. Война что мать родна, что ли, для того, чтобы получить дополнительные награды, ради этого что ли война велась? Для чего велась война в Сирии российскими вооруженными силами? Цели никогда не будут высказаны, потому что они настолько позорны и бесстыдны, что это было бы таким саморазоблачением, явкой с повинным. А мы должны разоблачать Кремлевскую администрацию за совершенные преступления. В Сирии совершены преступления, я в этом совершенно не сомневаюсь. Совершены по прямой указке Кремля. И эти преступления рано или поздно станут ясными и известными в деталях, как чьи тела разорваны вот этими бомбами, сброшенными с российских самолетов. В прямой связи с вот этими событиями в Сирии находится взрыв в Брюсселе, который повлек массовые человеческие жертвы. Более двух сотен раненых, более 20 людей скончалось на месте или в больницах. Подобные события европейской общественностью переживаются очень остро. Но почему-то этой общественностью не переживается катастрофа, которая происходит в Донбассе. И массовая гибель людей, которая продолжается и сейчас. В том числе не только на фронтах, а еще стреляют в спину. Помните, Высоцкий пел «Я не люблю, когда стреляют в спину, я также против выстрелов в упор». Вот в одном случае в упор стреляют, в другом случае в спину. Но и в спину, и в упор стреляют больше всего на европейской территории, именно в Донбассе, именно на территории Украины, где происходит геноцид русского народа, самый неприкрытый. И геноцид русского народа на территории Российской Федерации. Вот самые чудовищные преступления против людей совершаются здесь, а переживаются только какой-то взрыв, погибли люди. А скажите, что это за смертники, откуда в них столько ненависти, чтобы они готовы были пожертвовать своей жизнью, лишь бы убить вообще случайных людей. Вот об этом никто не говорит, что ведется война, то есть только в условиях войны можно приобрести такую ненависть. Вот что это за война, кто ведет эту войну, какие стороны этой войны в этом конфликте. Это не государство ведут войну. Если убивают обычных граждан, просто так, не государство ведут войну. Не меж нациями, не между народами ведется война. В Национальном манифесте партии Великая Россия с достаточной ясностью обосновано и сказано вполне отчетливо, что война ведется между олигархиями и нациями, которые борются за свой суверенитет. Вот это является главным конфликтом, а не что-либо другое. А нам пытаются придумать международный терроризм. А кому он нужен? Это что такое? Приключение у людей убивать других людей? Это в человеческую натуру, что ли, входит? Это ложь? Это ложь. Нет никакого международного терроризма. Есть война определенных субъектов, которые используют, в том числе и наши патриотические настроения, направляя их совсем не в ту сторону. Мы начинаем бороться с ветряными мельницами, не замечая врагов у себя под носом. Вот ту же самую кремлевскую администрацию, правительство Медведева, администрацию Путина. Разве это наши друзья? Разве это люди, которые действуют на пользу стране и в интересах нашего народа? Вот это проблема. По поводу вот этих взрывов, партия Великая Россия приняла заявление, я его сейчас оглашу. Для того, чтобы было ясно, мы не рассматриваем одно какое-то событие. Мы видим ситуацию в комплексе. Вот что сказано в заявлении партии Великая Россия. Теракты в Брюсселе стали продолжением политики закулисных сил, подчинивших себе официальные структуры Евросоюза и национальные правительства. Согласно планам дестабилизации Европы, по южному и восточному периметру европейских границ были организованы цветные революции, цикл государственных переворотов и гражданских войн, захвативших также Украину. Эти действия предварялись масштабным заселением Европы инокультурными массами иммигрантов, поток которых резко усилился после гуманитарной катастрофы в Ливии и в Сирии. Надо сказать, инициированных, инспирированных как раз Западом. Запугивание граждан терактами является продолжением спланированной операции, в финале которой будут окончательно ликвидированы исторические нации Европы и социальная инфраструктура, которая кажется мировой олигархией слишком расточительным расходованием средств, которые могли бы быть потрачены в ее интересах. РФ целиком и полностью подчинена указанному сценарию и уже прошла по пути, который становится все более очевиден для Европейского Союза, значительно дальше, чем другие государства. В РФ правящими кругами открыто проводится политика геноцида в отношении русского большинства и распространение русофобских и славянофобских бредней. Русский народ лишен собственности и власти, освоенные им земли и принадлежащие ему богатства, расхищенные и присвоенные олигархии. С целью подавить русское сопротивление к геноциду, страна заселена миллионами инокультурных переселенцев, политические репрессии выбивают из общественной жизни наиболее верных русскому делу политических активистов. Вмешательство РФ в кровавой конфликт в Сирии поставило нашу страну на одну доску с США, десятилетиями ведущими войны далеко за пределами своей государственной территории. Действия российских ВВС в условиях гражданской войны и войны в городах не могли носить избирательного характера и привели к массовым жертвам среди мирного населения. Это обстоятельство тщательно скрывается с целью возбуждения среди граждан ложного патриотизма, нечувствительного к боли других народов. Полностью аналогичному патриотизму граждан США, готовых оправдать любые преступления своего собственного правительства. В ближайшее время Российская Федерация станет объектом террористических атак, которые будут исходить от группировок, принимавших участие в войне в Сирии на стороне ИГИЛ и возвращающихся в Российскую Федерацию, где они существуют на протяжении длительного времени и имеют свои гнезда на Северном Кавказе. Чему способствует политика умиротворения этнобандитизма, прежде всего чеченского, проводимого Кремлем, уже в течение полутора десятков лет. Террор будет допущен теми же силами, которые декларируют большие успехи Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Целью этой авантюры будет дальнейшее загручивание гаек и затягивание поясов и получение дополнительных прибылей путинской олигархической группировкой. Ввиду известных нам планов антирусских, антироссийских сил, мы призываем наших сограждан и всех русских людей полностью отказаться от соучастия в планах олигархии и не верить ни единому слову официальных лиц, самозабвенно лгущих по любому поводу. Не участвовать в массовках, имитирующих народную поддержку враждебного национальным интересам России и правительства. Байкотировать назначенные на сентябрь 2016 года выборы, рассматривая их как обман, а сформированные на таких выборах органы, как самочинные и антинародные. Активно поддерживать русские политические организации и участвовать в их деятельности. Никакого доверия правительству 100 миллиардеров России и русскую власть. Много печального происходит в нашей жизни и положение русского движения сейчас весьма печально. Хотелось бы более оптимистических новостей, но все в наших руках. Если мы будем оптимистами, если мы будем не только мыслить, но и будем действовать, то, наверное, новости будут более оптимистическими. Если русское движение начнет подниматься, русский народ начнет просыпаться, наверное, будут какие-то новые сообщения о том, что здесь и там русское движение достигло таких-то и таких-то успехов. Будут успехи, будут и позитивные русские новости. Но пока мы живем в условиях смуты, в условиях русской трагедии, которую мы должны преодолеть своими силами. Тем самым мы покажем всему миру, как следует бороться с олигархией, уничтожающей нашу цивилизацию, нашу культуру, истребляющую наш народ, физически уничтожающую наш народ. Спасая свою нацию, мы должны показать всем остальным нациям пример борьбы с олигархией, уничтожения олигархии и решения всех вопросов, связанных с построением национального государства.